Приветствую всех на YouTube-канале Зная24. Спасибо, что смотрите. Спасибо за позитивные комментарии. Подписывайтесь и ставьте лайки. Гарри Табах сегодня у нас в гостях. Рады вас видеть. Я тоже рад вас видеть, Виктория, в Киеве. Наконец-то мы их встретили. Да, победа близка. Под Викторией прям... В кулаке, да? У нас, да. Мы с вами начнем, наверное, с иранского вопроса, потому что были некие заявления, которые очень бы хотелось обсудить. Начнем с заявлений со стороны Ирана. Такие вот пророссийские нарративы поддерживают Российскую Федерацию и говорят о том, что действительно Российская Федерация на территории Украины воюет с НАТО. Вот как вы это прокомментируете? Ну, воюет с НАТО, но, видимо, НАТО еще не пришло. Вот. Покажите мне, где НАТО? Где НАТО? Вот, где НАТО? Оно, видимо, еще не явилось. Да, мы все сидим и ждем, где же НАТО. Но уже воюет с ним, так что это... Да, звучит как что-то такое, что Иран бы сказал. Но в то же время не дает беспилотники Российской Федерации. Ну, смотрите, это же вообще, я считаю, я даже не могу, у меня нет слов, как это объяснить, да? Мы, что мы имеем? Мы имеем страну, которая, ну, передовой, ну, первая в космосе, победила фашизм, воюет сейчас с фашизмом, самое лучшее оружие. Американские, каждый раз, когда они видят армаду, каждый раз, когда они видят сатану, каждый раз, когда они видят другие российские достижения, ну, космоски, в Пентагоне паника, они все уходят в отставки. А действительно так? Прецедента, прецедента, ну, они так говорят свежую, прецедента этому нету. И вот эта страна, Россия вперед, едет в страну, которая назад, которая уже по 40 лет под санкциями и, в принципе, живет в пещерном мире. И они едут туда просить у них беспилотники. Путин едет. Сам Путин едет. Даже если бы туда кто-нибудь поехал, то это, наверное, должно было быть какой-нибудь там зам зама министра обороны, может быть, или Рособоронэкспорт, или еще кто-то. Ну, сам Путин едет в страну, которая 40 лет под санкциями, которой все кверх ногами, где единственное, что они могут, имеют, это, наверное, коврик для молитвы. Он едет туда за беспилотниками, за высокими технологиями, а себя они представляют как, я думаю, это потому, что Рогозина нет. Ну, уволили, да. Да, вот это, конечно, они разоблачили самого нашего большого агента, самого ценного агента, это был Рогозин, потому что там, где был он, нам больше делать нечего было. Главное было его не отвлекать в разрушении. И теперь они поняли, что у них ничего нет. И куда ехать? Ну, Северная Корея и Иран. Да, еще есть вот эта страна, как я забыл, называется, ну, где папуасы там бегают с костью в носу, остров какой-то, который тоже голосует вместе с Россией. Куба? Не Куба, нет. Какая-то... Не столь важна, суть ясна. Окей, про Корею вспомнили. Сейчас появляется в СМИ, да и, в принципе, раньше появлялась в СМИ информация о том, что вот может быть история, похожая на корейский сценарий в Украине. Как вы видите эту ситуацию? Нет, я ее так не вижу, потому что вы не можете... Потому что там воевала Южная Корея и Северная Корея. Если бы я этот сценарий мог видеть, если там Западная Украина воевала с Восточной Украиной. Но если Украина воюет с ядерной державой, которой в сто раз больше мощи, населения, оружия, как это может такое быть? Ну, хорошо, даже если увидится такое... Ну, это, кстати, представители Соединенных Штатов говорили на минуточку. Это представители сегодняшней администрации, которые я, как вы знаете, Виктория, уже 8 лет говорю, что они не ваши друзья. Да. Сегодняшняя администрация. Но вы мне все время говорите, что Байден придет порядок на ВИДе. Ну, вот он и говорит, конечно, остановите войну, конечно, давайте выпрямим и все, остановите. Это то, что россияне хотят. Через год, два, может быть, три, они скажут вам, нет, мы не можем с этими террористами жить. Они взорвали гражданские дома у нас в Донецке. Они взяли в заложники школьников в Луганске. Нам надо от них избавиться. За эти годы, ну, вы можете чеченцев спросить, они вам расскажут, как это делается. За эти годы в Украину никто инвестировать ничего не будет, потому что все люди с деньгами, они понимают, они анализируют ситуацию и понимают, что война все равно здесь будет. В Израиль все инвестировали, потому что поняли, что на них войной больше не пойдут. Они получили несколько раз, но они не останавливались, они каждый раз разбивали впрух и прах своего оппонента, даже если он был намного больше и намного сильнее, чем они. Я не думаю, что у вас есть такая возможность остановить войну. У вас есть только один выход из этой ситуации, это разбить российскую армию в пух и прах и изгнать эту нечисть со своей территории и показать, что если сунуться, то будет то же самое. Остальному миру, остальному цивилизованному миру надо осознать, что мы, цивилизованные люди, не можем жить на этой планете с Россией вместе. Мы не можем поделить это больше с той Россией, которая в той форме, в которой она сегодня. Это несовместимо с мирной или спокойной жизнью. С существованием вообще, в принципе. Еще одни переговоры происходили как раз вот в эти дни. Это Турция, ООН, Украина и Российская Федерация по поводу зернового вопроса. Тоже Путин заявил о том, что какие-то продвижения в этом плане есть, но не все решено. И тут вот отдают такую большую роль Эрдогану. Говорят о том, что все-таки Эрдоган показал свой характер и додавил Путина. Что да, то да, у Эрдогана есть характер. Эрдоган и Путин это такие две, два сапога пара. Это братья, можно сказать, близнецы. Только у Эрдогана нету столько силы. Он все-таки находится и часть, его страна часть НАТО. И его страна живет все-таки по Конституции. И по заветам Камала Ататурка, он должен как бы придерживаться этого. Также напомню еще, что когда по Конституции... Я отвлекусь немножко. В сторону по Конституции Турции. Камала Ататурк сказал, что если исламизируется страна, то военные имеют право взять в свои руки власть. В правлении. И потом передать опять гражданским. И вот при администрации Обамы и Байдена это произошло. Военные хотели взять в руки. Это было координировано с нашей военной базой в Инчерлике. Генерал турецкий это делал. Это сорвалось. И мы выдали... Администрация Обамы выдала этого генерала Ататурку. Так что вот все генералы и адмиралы, с которыми я служил в Турции, имел честь служить, они все в тюрьме. Поэтому предательство не только Украины, предательство было и Турции, сегодняшней администрации. Почему я об этом говорю? Потому что я в курсе этого. И я знаю, о ком я говорю. Так у Эрдогана, да, у Эрдогана есть что называется... Стальные яйца. Ну да, я хотел сказать хребет, но вы более четко определили это. И Эрдоган, конечно, показывает, что он влияет на мировую политику. И Турция это мировая держава. Вот. И мы видим, что Россия перешла на войну в террористическом стиле. Как и арабы не смогли Израиль разбить на поле боя, они перешли на террористическую войну. То же самое. Россия сегодня поняла, что она не может победить вас на поле боя. Она не может сражаться с вами в открытую. Не получается у нее. И она перешла к террористической войне, закидывая вас ракетами, диверсиями, диверсионными группами, пятой колонной финансирования, раскола общества. Ведет такую террористическую войну, но не только горячую войну, также информационную войну и также экономическую войну, также зерновую войну. Это того же рода терроризм. Вот я был на этой неделе ближе к фронту, и я видел, как люди работают на полях, они их бомбят, просто вот открытые поля они бомбят и терроризируют людей, не жалеют своей ракеты на то, чтобы ввести страх и террор в людей, которые пытаются собрать крестьяне, фермеры, которые живут с земли. Это чистой воды терроризм. И мы видим, что это зерновой терроризм сегодня, это одна из террористической войны, которая идет. И Эрдоган пытается сыграть на этом и сказать, я могу решить эту проблему, потому что я разговариваю на том же языке, что Путин. И, видимо, да, он влиятельный человек в этой сфере. Ну и в то же время Турция также отказалась предоставлять беспилотники Российской Федерации, даже продавать. Да. Про терроризм мы с вами уже как-то говорили в одном из наших эфиров. Как-то ситуация поменялась сейчас, потому что участились ракетные удары, произошла обвинница. Вы рассказываете то, что происходит сейчас на полях, то, что просто обстреливают гражданских. Мир это все видит. Есть ли надежда на то, что мировое общество, мировые институции таки признают Российскую Федерацию страной-спонсором терроризма? Ну, надежда всегда есть на все. Конечно же, если мировое сообщество признает Россию страной-террористы, я не думаю, что сегодняшняя администрация США это сделает, а другие страны, конечно же, копируют США. Мы ушли, увели посольство отсюда, все остальные увели посольство из Украины. Но сейчас посольство Соединенных Штатов все-таки на месте. Нет, они опять ушли. Такие ушли? То есть не фейк? Нет, это не фейк. Насколько я знаю, это не фейк. Посольство еще раз эвакуировалось. То, что беспрецедентно, мы никогда такого не делали, даже в Афганистане, когда все они говорили, нам надо уходить-уходить, приказы уходить не было. А что это означает? Это означает, что опять прилетит? Я не знаю, это означает, что мы, вот, общество не готово поддержать Украину в том образе, в котором это должно быть. Я получаю постоянно эсэмэски, что нужно мне покидать Украину, что я должен покинуть территорию Украины и другим американцам тоже. Поэтому я прочел, что американское посольство еще раз покинуло Киев. Правда, не знали, покинуло страну или нет. В прошлый раз они сказали, что покинули Киев, но они будут работать из Львова. Потом сказали, что нет, будут ночевать в Польше, работать днем во Львове. А на самом деле это было, они полностью ушли из Украины, то есть разорвали дипломатические отношения с Украиной прямо перед войной. Я тоже считаю, что это предательство было со стороны сегодняшней администрации. И что будем ожидать? Да, я думаю, что в конце концов американское общество, мировое общество, для кого слова независимость, свобода, права человека, права детей, которых убивают, не пустые слова, и мы будем дожимать и требовать от наших политиков, чтобы они дали необходимые инструменты, необходимое оружие для Украины, чтобы она наконец-то могла разбить российскую армию и изгнать эту нечисть со своей территории как можно скорее. Как можно скорее. Иначе мы, думаю, хотя бы мое окружение в ноябре не будет за них голосовать. Не только за демократ, но и за республиканцев тоже. А какая может быть альтернатива? Менять этих людей на других. Из тех же партий, может быть. Но других. Эти не работают. Значит, у них не получается. То, что мы ходим в их офисы, то, что мы им пишем, и они нам отвечают этими же письмами или смотрят нам честно в глаза и говорят, да, 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 конечно, это очень важно. Мне, как человеку военному командиру, мне пофигу, что вы мне говорите. Мне покажите, что вы сделали по этому поводу. Какой скандал вы устроили за это? Подняли ли вы этот вопрос в Конгрессе? Если вы мне просто говорите и думаете, что я не проверю это, я проверю. Я буду следить за теми хотя бы в моем округе, за кого я голосую, и буду призывать всех людей. Я, допустим, хороший знакомый, можно сказать, нашего конгрессмена, но я не вижу, чтобы он что-то делал по этому поводу. Поэтому я вам говорю, что я не буду голосовать за тебя. И все мое окружение не будет голосовать за тебя. Хотя ты очень хороший республиканец и все такое, но если вы не делаете... А что сейчас происходит с украинским вопросом в Соединенных Штатах, в Штатах Америки? Ну, насколько мы поднимаем, насколько мы пытаемся это сделать, но всегда, к сожалению, в основном это демократическая партия, она пытается этот вопрос не поднимать. Потому что, опять же, дело анлис по анлису ноль. И поэтому у нас всплывают аборты, допустим, вопросы про аборты у нас большие. Будет ли это решаться на федеральном уровне или на штатном уровне? Большинство людей не понимает разницы. Ну, неважно, они все равно бунтуют, жгут, атакуют Капитолий. Вот здесь судно-расследование над Трампом за 6 января. Капитолий тратит опять миллионов-миллионов денег. Война идет, продолжается против Трампа, не против Путина. У нас Трамп из Чадия Ады и враг номер один, а не Путин. Ну и, конечно же, мы видим, что это такая же система используется. Поэтому в новостях не так много у нас Украины. У нас глобальное потепление. То есть украинский вопрос отходит даже уже не на второй план? Нет, не на второй. Она где-то на 42-м месте. У нас есть другие важные вещи. Гендерская айдентификация, глобальное потепление. Ну и так далее. Вся платформа демократической партии идет. А потом мы видим, конечно же, что та же схема работает и на Бориса Джонсона. От Бориса Джонсона тоже надо избавиться, потому что он не идет в ногу с Давосом. И я думаю, что уже началось это с президентом Зеленским. Потому что тоже, видимо, он человек несговорчивый. И не идет в ногу с... Мировыми институциями. Давайте так их назовем. Да. Не хочет договариваться о мире. Не хочет остановить войну. На тех условиях, конечно. Он хочет выиграть войну, а они хотят остановить войну. Есть небольшая разница. И он следующий, я думаю. Или уже началось против него действие. Каковы шансы Украины выиграть войну? Вот вы как военный человек. Ваша оценка работы украинских военных. Давайте так. На западном вооружении. На западном вооружении вы моментально выиграете. Это будет очень быстро. Если будет достаточно вооружения. Если будет хотя бы одна треть того, что мы бросили в Афганистане. Если бы вы хотя бы получите одну треть этого. Ваши воины все равно высокомотивированы. И ваш народ все равно довольно-таки устойчив. И любит эту землю. Вот я сейчас поездил по Украине, по фронтам. Я видел любовь к этой земле, к вашей земле. И насколько мотивированы ребята. Хотя до сих пор многие из них вооружены пулеметом Максима, пулеметом Дегтярева. Непрофессиональные солдаты. Волонтеры в основном. Ну и конечно же недостаток всего. Кроме медицины. Вот медицины я видел достаточно. Например, нет машин. Вот у меня был вопрос. Они все просили машины. Я не говорю уже там тепловизоры, ночного видения и все остальное. А нет машин. И вывозить раненых, вывозить убитых. Подвозить боеприпасы. Подвозить вообще снаряжение, еду и так далее. Чтобы снабжать ребят на передовой. Эти машины ломаются, обстреливаются, конечно. Ходить в разведку с ними. И у меня вопрос. Потому что, допустим, у нас есть... Мы сняли с нашего вооружения хамморы. Они больше не на вооружении. У нас, наверное, сотня тысяч этих машин. Тысячи, наверное, стоят в Европе. Почему мы не можем по ленд-лису сразу их передать? Это даже не летальное оружие. Почему мы, волонтеры, должны бегать и клянчить деньги у людей, которые тоже уже устали. И они говорят, ну подождите, но ленд-лис же есть. И по ленд-лису все идет. Ты говоришь, нет, ничего не идет. Ноль. Нет, как не идет? Вот на многих передачах, да, даже в этом... Все говорят, что идут, а мы ждем. Идет, да. А мы ждем. Эксперты говорят, военные эксперты говорят, уважаемые журналисты говорят, это политики говорят. А ребята на фронте воюют, они не понимают. И они говорят, говорят, что все идет, но мы этого не видим. Наверное, это наши воруют. Наши воруют и продают куда-то. И вот это вот сегодня подкармливается эта идея, что у вас коррупция, про которую еще давно. Им давно вас предупреждал майор КГБ Швец, что есть коррупция, значит, здесь в Украине нужны инспектора. И даже теперь конгрессвумен и конгрессмен говорят, подождите, коррупция и так далее. Помните скандал, когда Рэн Пол на один день приостановил голосование о вопросе коррупции в Украине? Третий месяц, не дают лайн-виз и пока ничего. Вот Рэн Пол, он был республиканец-трампист, он сказал на один день, это скандал. А сейчас ничего, демократы тормозят это на 30 дней, это ничего страшного у нас. И вот у нас это коррупция. И я вам хочу сказать, Виктория, я не стесняюсь этого, что они врут. Они не понимают, о чем они говорят. Они не знают. Сидя в Вашингтоне, у себя в кресле, здесь в Украине сидя, вещая из какой-то бани. Я занимался этим вопросом 4 года. Я передавал, я был ответственный офицер за передачу оружия Польши с 2002 года по 2006 год. Я был ответственен за передачу двух фрегатов, четырех вертолетов и всего снабжения для спецназа, включая обучение. Я могу уверить вас в 100%, что это невозможно. Любое оружие, которое мы передали, своровать, перепродать или где-то спрятать. Мы за этим следим до такой степени. У нас целые огромные организации, офисы при посольствах, которые следят за нашим оружием. Поэтому это абсолютное вранье. Это для того, чтобы остановить помощь Украине. Это подыгрывать России. И я хочу вас убедить, что каждый день при мне было 3 человека двухсотых погибли, убитых. Много ранее. Даже я вижу, что происходит это. Каждый день у вас гибнут дети, гражданское население, инфраструктура терроризируют ваших людей психически, психологически. Калечат. А они вбрасывают те вещи, что, мол, не надо Украине давать или тормозить. Потому что они все распродают. Потому что там коррупция, они все воры, они все старые КГБшные трюки. И они работают, к сожалению. Но кто эти люди, которые говорят, у которых миллионы просмотров. И их много. И я один. Но ни у одного из них нет этого опыта, который у меня. Я с этим работал. Я знаю, я не буду рассказывать, как мы это отслеживаем. Почему? Могу только привести пример. Что Советский Союз и Россия снабжала оружием Сирию. А мы снабжали Египет. И когда в Сирии начались эти революции. Там розовые или какие-то там весна арабская. Они выкатили все советское оружие. Стреляли по танкам по сирийцам. Убивали химическое оружие и так далее. И Россия ничего не сказала по этому поводу. Когда в Египте началась арабская революция. Они выкатили наши танки на площадь. В этот же день мы им сообщили, чтобы они моментально их убрали. Потому что в наших договорах. В первую. А в один из главных пунктов. Это что оружие, которое мы передаем другой стране. Наши оружия. Купили они это. Или мы так им передали. Они не имеют права пользовать это против своего народа. Пусть даже если это кудетант. В войне против другой страны. Да. Но против народа в гражданских беспорядках не имеют права. Но египтяне что-то там сказали, что они это купили. Мы сказали, что это не договор. И через 2 часа. Я не помню точно. 48 часов. Эти танки у вас встанут. И больше никогда не заведутся. И они их убрали. То есть есть вот такая вот история с управлением. Да. Поэтому я вас уверяю. Если кто-то имеет американскую пушку. Американские джувелины. Американские стингеры, которые вы хотите продать. Продайте мне. Я вам заплачу очень большую цену за это. Этого просто быть не может. Оно даже если оно разбито. Вдрызг. Мы придем и заберем этот металлолом. Будет все равно отчет за это. Еще и знаете, как потом его запустить. Поэтому это диверсия против Украины, я считаю. И я считаю, что ваши контрразведывательные органы должны вообще... Хотелось бы, чтобы они этим людям хотя бы сообщили, что они подрывают. Не время сейчас заниматься политическими разборками. Сейчас время защищать демократию, но не практиковать ее. Сейчас нельзя подрывать ваших командующих, ваших командиров и ваши войска. Особенно такими вещами, что солдаты на передовой думают, что их командиры их обворовывают. И продают оружие в какую-то другую страну. Ну, знаем, откуда ноги растут. Ну, понимаете, бывает такое. Все равно есть какие-то там коррупционеры, есть плохие люди. В основном это 99% это прекрасные люди. Я просто был готов их в свое сердце отдать каждому из них. Всегда попадется кто-то... Да, он возьмет какую-нибудь гранату трофейную или калаш трофейный, или пистолет, попытается его продать. Но это единичные случаи. Это не пушка и не снаряды, не что-то другое. Поэтому, схватив такого человека и раздув это, что тут большая коррупция, это неправда и это вредительство. Вам огромное спасибо за столь интересные детали того, как работает западное вооружение и как его можно отслеживать. Традиционно я говорю всем нам хорошего дня желаю и мирного неба над головой. Друзья, я уверен, что каждый из вас по мере своих возможностей працует на нашу спільную победу и помогает тем, кому сейчас наибольшие. На жаль, война тревает. Я особо не потерял кольких своих добрых знакомых на фронте. Молодых Романа Ратушного, Астамура Гумбу, старшего Святослава Стеценко. На фронте и сейчас найкращие сыны и доньки Украины. Они заслуговывают на транспорт, который может врятовать життя и наблизывать победу. Мы с товарищами решили объединять усилия и започаткували инициативу «Авто для фронта». Наши мэты в том, чтобы, как много боли, украинских оборонцов приехали живыми. Збираемо кошти на автомобили для наших захисників, которые сегодня мужно стримуют и успешно нищат ворога у найгарячих точках фронта. В первую очередь для разведников и медиков. «Авто на фронте – это не роскошь. И не просто засыпь пересувания. Это очень часто реальный шанс врятувати поранених. Вчасно выехать из-под ворожих обстрелов. И просто повернуть живыми завданиями на своей позиции». Ви бачите на экране QR-коди карток MonoPrivate, за которыми ви можете переказати будь-яку суму, просто навівши на них камеру своего телефона. Реквізити карток, криптогаманців і PayPal продубльовані в описі під відео. Схема така. Як тільки не збирається сума, достатня для придбання підходящої автівки, а нашим братам на передовій, в першу чергу потрібні надійні дизельні позашляховики, ми викупаємо її, перевіряємо технічний стан, фарбуємо і одразу відправляємо на фронт. Залишок суми йде на наступне авто. І так працюємо до нашої перемоги. Якщо в когось є можливість запропонувати свій підходящий автомобіль, будемо дуже вдячні. Кожна гривня важлива. Про витрачені кошти будемо звітувати на фейсбук-сторинці, посилання на неї під відео. У єдності наша сила, і ніхто нас не здалає, поки ми, українці, невтомно прагнемо бути разом. Підписуйтесь, поширюйте, допомагайте. Разом до перемоги! Слава Україні!